СПАСУ НА КРОВИ Но давайте начнем издалека Вы наверняка видели храм Василия Блаженного в Москве Который расположен на Красной площади Сложно не заметить схожесть между этими двумя храмами Существует легенда Что когда архитектор показал макет собора Ивану Грозному Царь был очень впечатлен его красотой И он спросил архитектора, сможет ли тот построить похожее здание когда-нибудь в будущем Архитектор ответил, что сможет И тогда Иван Грозный приказал ослепить архитектора Для того, чтобы похожего собора больше не было нигде в России Для того, чтобы похожего собора больше не было нигде в России Его построили на месте смерти Александра II Которого убили, на которого напали 1 марта 1881 года Сын Александра II, Александр III, приказал поставить храм на месте смерти отца Тобор ярко выделяется на фоне архитектурного ансамбля Санкт-Петербурга Внутри храм покрыт мозаикой После революции храм был закрыт и долгое время не реставрировался Также ходили слухи о том, что его хотят уничтожить Также были революции, что они хотят уничтожить А во время революции верующие жители города сняли кресты с куполов Спасы на крови и положили их на дно канала Грибоедова Так они и спасли их от большевиков После 1945 года храм принадлежал Малому театру, где тот хранил реквизит для своих спектаклей After 1945, the cathedral belonged to Малый театр And they stored all of their equipment there I hope you enjoyed our little video about the church Savior on Blood I hope you learned something new, maybe some facts that you didn't know before And yes, subscribe to our channel, like our videos And it's snowing Yeah, and to learn more about St. Petersburg and Russia We'll see you next time We'll see you next time